Создание благоприятного инвестиционного климата возможно только при всесторонней поддержке, в том числе при поддержке администрации округа. Встреча с предпринимателями, которые уже развивают или хотят основать свой бизнес в округе, стала отличной возможностью для бизнесменов подробнее рассказать о своих планах и попросить поддержки. В Афряново уже в октябре начнется обустройство ягодника на поле площадью 120 гектаров. На нем планируется высадить клубнику, голубику, малину и спаржу. Использовать для выращивания будут саженцы из Голландии и Польши. Процесс будет идти под контролем европейских специалистов. Муниципалитет в данном вопросе интересует наличие у предприятия новых рабочих мест для местного населения. Сколько рабочих мест будет сегодня? Ну, к полному засеву поля, планируем мы его засеять к 2023 году, полностью все 120 гектар. К 2023 году планируем, так сказать, обеспечить количеством рабочих мест порядка 500 человек сезонных. Работников за месяц. А в межсезонье сколько будет оставаться? В межсезонье останется где-то порядка 50 человек. Это плюсом к 500 сезонным. Это те люди, которые останутся на постоянное, так сказать, 12 месяцев. На 120 гектар ориентировочно это сборщики, так сказать, уход за ягодой, посадка. Ну, там достаточно большое количество, особенно на сбор. Проект планирует развивать в течение нескольких лет. Сбор урожая, выходы на рынки сбыта, перспективы импортозамещения. Все необходимо продумать и просчитать. Еще один уже реализуемый проект достаточно давно пользуется спросом у жителей Щелкова. Сыроварня в микрорайоне Чекаловский. На встречу пришел предприниматель, который уже несколько лет развивает свое дело. И сегодня бизнесу требуется расширение. Необходима ферма для выращивания скота. С просьбой помочь в оформлении документов Сыровар в администрацию обратился. Поддержку бизнесмену было решено оказать. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.